Девушки отдыхают 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 За новаторство в телевидении, потому что с его именем связаны такие передачи, как «Двенадцатый этаж», «Взгляд» и вообще телемосты первые российско-американские, которые изменили ситуацию, но и очень многие другие важнейшие инициативы. В 2006 году мы познакомились и подружились. Из этой дружбы родилась идея проекта В. Михайловича «Мистические путешествия». Ему захотелось представить вот этот мир, мир души, мир духовных практиков, мир йогов, мир современной передовой психологии. Он влюбился в Грофа и в его практике побывал у меня на семинарах по холотропному дыханию и привел своих друзей, руководителей телевизионных компаний, каналов, таких как Роман Петренко, который тогда руководил каналом «ТНТ». И вот с поддержкой Романа Петренко, Дорг Михайлович начал проект и пригласил меня в этот проект. Я там формально был научным консультантом, но неформально там сопровождал Дорг Михайлович в этих мистических путешествиях, помогал в организации съемочных ситуаций. И первым делом мы отправились в Ирландию в 1906 году, я туда собирался, и Дорг Михайлович как-то очень быстро сказал, я поеду вместе со съемочной группой. И там был отслед основной материал для первого фильма «Подробное дыхание и тайна рождения». И затем мы поехали в Индию, были на Мухаммеле, величайшей религиозной церемонии мира, встречались с удивительными людьми, ну, например, таким, как тогдашний телефон Кришнамути Раджиш Далал, который всех нас потряс, и с которым Ирландом Михайловичу связалась затем дружба, которая не оборвалась смертью Раджиш Далалу в прошлом году, покинул эту землю. Я думаю, это навсегда. И мы снимали «Подробное дыхание и тайна рождения», мы снимали «Ирдийских руччерей». Дорг Михайлович снял затем замечательный фильм об российских старцах в Уптиной пустыне, показал как бы истинную традицию российской святости и духа России. Затем последний фильм был о визионерском искусстве. Мы снимали его на семинаре Грофа, посвященном визионерскому искусству, в замке Хансруди Гигер в Швейцарии, в Рюэле. Хансруди Гигер, вы наверняка, даже если не слышали это имя, знаете, поскольку это человек, который получил Оскар за чужих, «Петерология и Швейцария», вот эти все ужасные создания, это его творчество. Только что Гроф прислал мне книгу, в которой половина книги посвящена творчеству Гигера, Гигера о визионерском искусстве с точки зрения глубинной психологии. И вот мне страшно повезло, потому что я стал работать в группе удивительных профессионалов и потрясающих людей с настоящей широкой космической душой. И это была неформальная школа, потому что, конечно же, я не учился в Аппике, конечно же, я не знал, как там правильно ставить сцены, снимать, но в команде Эдра Николаевича во время съемков работали лучшие операторы, два лучших оператора России в то время. И вот так вот между делом, во время обеда и на съемочных ситуациях, я что-то так ухватывал, ухватывал, и также в беседах с Эдваром Михайловичем. И затем была работа непосредственно уже с отснятым материалом. Я тоже в этом принимал какое-то участие, консультировал. Но это работа наряду с восхитительными результатами, плодами. Наверное, многие из вас смотрели шесть фильмов и мистических путешествий с Эдуардом Соколаевым, которые показываются дважды на ТНТ и выложены сейчас на сайте транспорционального проекта полностью, включая нулевую версию, которой показано не было. И, конечно же, это первый режиссер этого проекта Саша Расторгуев из Ростова-на-Дону и его сценарист Сусанна. Тоже замечательные тонкие люди, у которых я тоже так вот как-то незаметно, наверное, для них тоже очень много научился. Вот такая вот как бы завязка этой истории. Хотя и до этого я снимал, но снимал в основном интервью других транспорциональных психологов и на международных конференциях, и на российских конференциях. То есть какой-то архив транспорциональный у меня уже был. Но именно работа над фильмом показала мне возможность воплотить то, что на самом деле волнует меня всю мою жизнь и движет мною всю мою жизнь. Я понял на примере этого проекта, что это возможно. И я понял также на примере этого проекта, что это опасно доверять в чужие руки. То есть свою мечту в чужие руки доверять опасно. Потому что телевидение – это не только окно в мир, не только то, что связывает людей с людьми, но это одновременно и эта система, которая отметает все, что ей не соответствует. Неким тайным пружинам, пристрастиям и сложившимся традициям. Ну, среди телевизорчика есть такое слово – неформат. Это значит, что ты не вставился в то, что принято у них, и тебя начнут беспощадно редактировать. И в ходе этого редактирования вполне возможно, что все и сменится, и не факт, что лучше в сторону, с твоей точки зрения, по крайней мере. Ну, и, конечно же, и фильмы тоже обкармливали, и мне было порой очень жалко материал, потому что, ну, как мне казалось, я бы по-другому все развернул, но намного более гениальные и опытные люди, профессионалы телевидения давали свою версию, ту, которую они считали самой-самой-самой. И они, безусловно, вели на это намного большее право. Но, тем не менее, у меня копился какой-то потенциал для того, чтобы рискнуть и начать делать что-то самостоятельно. И хороший повод для этого произошел в 2010 году, когда летом в Москве состоялся 17-й Всемирный транспорциональный конгресс. Я был координатором, мы входили в оргкомитет этого конгресса. И на этот конгресс приехали потрясающие транспорциональные психологи, лидеры мировой транспорциональной психологии. Приехали очень известные духовные учителя и наставники, мастера искусства. Была замечательная команда. И вот благодаря такому вот собранию людей мне удалось начать уже делать интервью. И мне в этом помогала Ксения Гришова и ее команда. И Андреан Мельников, руководитель центра «Save Tibet» как это переводит на русский язык? «Сохраним себе», да, «Сохраним тебе». И он дал аппаратуру, которой у меня своей аппаратуры тогда еще не было. Вот так что были сняты интервью. Они вошли вот и в этот фильм, который вы сегодня увидите. Интервью с Грофом, интервью с Алексом Греем, интервью с братом Дэвидом Штайдовым Растом, ну и некоторыми другими очень интересными, впечатляющими людьми. И я начал проект, и рабочее название у этого проекта было тогда, когда он начался, что такое просветление. Ну, я решил не мелочиться. Чего-то мелочиться. Я помню, что в свое время там Лев Толстой, увидев картину молодого Рерика «Гонец», сказал, «Хорошо гребет, только нужно крести выше, жизнь всегда сносит». И вот по самому высокому для меня потолку, я думаю, что вообще для всех транспорциональных психологов это такое вот, то, что за спиной движут все эти исследования, я решил снимать. И рабочее название было, что такое просветление, наука, искусство, духовность. Потому что есть три несомненные сферы жизни. Есть физики, есть лирики, да, то есть художники, ученые. И есть также духовные подвижники, духовные учителя, духовные практики. И эти три мира существуют в нашей жизни с изначальных времен, мы могли бы сказать, потому что самая древняя карта мира и человеческой души, шаманская карта, имеет три мира. Мир материальный, мир предков, мир земной, мир души человека и мир небесный, мир духов, мир высшего. И это вещь, которая также вот присутствует и в фильме, и является также лейнмотивом. Поэтому наука, искусство, духовность. Вот эти три этажа должны, как я считал, в исследовании того же, такое просветление присутствовать. И вот на протяжении последующих пяти лет, в зависимости от того, как складывались ситуации, я снимал, 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 пользуясь любым случаем, любой поездкой, любыми конференциями, любыми приездами людей сюда. И мне помогали очень хорошие люди, они сейчас здесь в зале, спонсоры этого фильма. И без их помощи, конечно же, не удалось бы довести работу до какого-то результата. Поэтому, нежащий поклон и благодарность, прежде всего, спонсорам, ну и, конечно, всем тем, кто зримо-незримо, прямо и косвенно помогал в этом фильме. Я еще попозже остановлюсь на этом более подробно. Вот такова завязка фильма. В фильме была большая подготовительная работа, было снято около ста интервью с видео и, конечно же, проблемой, которая стала на стадии монтажа, состояла в том, что невозможно 100 человек показать в полуторачасовом фильме. По одной минуте где-нибудь так будет, лицо гнигнет, и все. 90 минут там. То есть, очень сложная, очень жесткая проблема отбора. Невыносимо сложная, потому что, ну, каждое интервью, в общем-то, это было событие, оно снималось, и интервью были там, ну, некоторые короткие были, по 20 минут, но самое длинное интервью, например, с Кеном Гилбером в прошлом году, это было около трех часов длинность это интервью. И я считаю, что это, ну, такое значимое интервью во всем этом проекте. Другая дилемма, которая стояла передо мной, это как вместить, ну, например, Кена Витбера с его фантастическим видением, интегральным видением, которое является, ну, методом, философией, пространством работает для очень-очень многих людей сейчас в мире. Его считают одним из самых влиятельных американских мыслителей во всем мире, который издается на, по-моему, 30 языках, по-моему. Как вместить его в фильм несколько строк? И поэтому я принял решение о том, что все оригинальные интервью по завершении проекта я, в конце концов, помещу в архив, который я начал уже создавать. На сайте Транскорбсного урока вы можете в разделе видео посмотреть около 400 видео. Это все материалы, которые, ну, отснял либо я, либо имеют к ним какое-то отношение, вот, к фильмам «Мистические путешествия» с Эдуардом Сагалаевым. И эти материалы там помещены, и новые материалы, они уже озвучены, переведены на сградные материалы, и тоже будут помещены, потому что я считаю, что каждое интервью, оно также обладает само по себе большой ценностью. Для кого-то, конечно, не для всех, но для тех, кто интересуется, например, в углубленном изучении мира Минделлова, у меня там три или четыре интервью с Минделлами, или мира Кроуфа, там тоже три или четыре интервью с Глоуфом, мира Кеновиктора, мира Туминских шаманов, там есть очень интересные, это уже интервью в фильм, они не вошли, но, тем не менее, они существуют. Вот примерно как это развивалось, это как бы предыстории фильма. На уже разных этапах мне пришлось, как человеку абсолютно неопытному в кинопроизводстве, пройти через целую пертурбации, приключения, неудачи, смену команд. И в конечном счете мне страшно повезло, потому что меня стал поддерживать Константин Биклиф-Смирнов. Это эклектик, сам продакшн, молодой, очень талантливый кинорежиссер, обезьянер, может быть, нету из вас видели его фильм «Язык ветвей», и его команда. И там я познакомился с Олесьей Атубовой, которая после внимательного изучения ситуации, размышления, она только что вернулась из Виктамы, где жила 15 лет, но она в конце концов сказала, что она попробует поработать над этим проектом. Я считаю, что мне на этом так страшно повезло, но как бы карма изменилась, может быть, просто хорошая карма, которую я накопил, дала свои плоды, потому что Костя предоставил помещение своей студии, где началась работа над проектом, и Олеся, блестяще знающий английский язык, и вот здесь главное препятствие устранилось, потому что предыдущие люди, с которыми я работал, ну, знали не очень хорошо английский язык, им требовался перевод, поэтому это вот такая всем наступенчатая работа, очень сильно замедляла весь процесс и делала его не совсем точно. Олеся смогла вот как скальпелем растекать то, что нужно, выбирать звездные часы из всех интервью, и дело у нас стало двигаться в совсем другом темпе. И вот буквально за 4, я думаю, 4 месяца, вот, кстати, вот Олеся, здесь, и даже места не нашлось сидящего. Очень поздравляю. И в этом процессе всегда рядом был Константин со своими советами очень точными, он уже маститый кинорежиссер в сравнении со мной, человек, который сделал, вот вы видели в самом начале, перед началом нашего вечера, я показывал клипы как раз, которые делал Константин с группой «Одну, но» клипы и другие. Я надеюсь, вы посмотрите его фильм, он скажет, какие возможности для этого есть, «Венео», да, бывший фильм, «Язык петли», который уже завоевал некоторую очень важную международную премию. Но в России почему-то пока не в прокате, да, и на телевидении. Вот, и дело пошло, и постепенно, постепенно пришло понимание, что и название, которое тоже определяет, должно быть несколько иным. И родилось название уже «Жажда бесконечности». Это связано с тем, что, по сути дела, человеческий поиск во всех трех сферах в области науки, в области искусства и в области духовности основан на бесконечности, которые есть, которые, может быть, пережиты как факты, которые означают, что мы фундаментально все свободны, что мы обладаем способностью творить, что мы ничем не ограничены, кроме тех ограничений, которые существуют между нами, о которых мы сами договариваемся, для нашего блага. И что в основе мира лежит безосновная свобода, которую буддисты называют «шу-я-той» или «бесконечной потенциальности». Физики называют «вакуум», из нулевых колебаний которого в результате большого взрыва произошла наша Вселенная 16 миллиардов лет назад. То есть, по сути дела, все герои фильма так или иначе рассказывают о том, как устранить препятствия к этому источнику всего, бесконечности, которая содержится в нас. Много тысячелетий назад в эпоху, которую философ Карл Яскорс называет «осевое время», это где-то тысяча лет, от тысячи лет до нашей эры, до пятисот лет до нашей эры, в разных областях Земли, не связанных между собой, произошло великое в истории человеческой цивилизации открытие. Люди обнаружили, что те качества, которые они раньше считали прерогативой исключительно высших существ, называемых духами или богами, существуют и у них. Они обнаружили, что внутренняя территория каждого из них, то, что называется душой, имеет также бесконечную природу. И в индуизме мы знаем формулировку этого «тат-тван-аси» «ты есть то», или «ты есть...» «атман есть брахман», то есть индивидуальная душа дождественно-божественного. И с этого начались мировые религии. Люди, пророки великие, которые открыли это впервые в истории человечества, указали пути достижения или реализации этой бесконечности. Мы обнаружили, что мы не ограничены и что мы можем избавиться от таков. Возник буддизм, возникло христианство, ну и все остальные, индуизм, все остальные пути, которые хорошо нам известны. И, по сути дела, вот эта бесконечность является также основой того проекта психологии, который называется «Транспрофессиональная психология НАТО», а также «Инкограммная психология профессионального подхода». Это все направление, в одном и том же направлении исследования. И Кров, Станислав Кров, явился первым психологом или первым учетом, который доказал, что каждый человек может иметь любые переживания. Что единственное отличие между нами и Будой, или нами и Христом, в том, что Будда и Христов живут в мире реализации своей собственной природы бесконечной. А мы соглашаемся с ограничениями, наложенными на них родителей, на нас родителями культуры, привычками, нами самими, и поэтому наша природа не раскрывается. И вот Кров показал как раз о том, что выход есть, о том, что каждый человек может иметь любые переживания, и поэтому каждый человек бесконечен. Первые научные доказательства духовных традиций. И вот поэтому название в конце концов возникшее стало «Жажда бесконечности поиска совершенства». Правда, это еще не самый последний этап. Сегодня днем меня снова озарило, и я понял, что название должно быть немножко другим, то есть бесконечность там остается, но мне кажется, что вот то, что на самом деле мне хотелось бы, это танец бесконечности. То есть не какое-то жажда, домогательство, а танец бесконечности уже, ну, такое, что-то такое вот, где и артистизм, и духовность, и наука, и искусство. Вот, извините за такую долгую преамбулу, примерно как вот все происходило. И, конечно же, то, с чем мы столкнулись при монтаже, это до сих пор, я так думаю, что не решенная сверхзадача. Потому что обычные приемы монтажа, работа с отснятым материалом, как оказалось, когда ты снимаешь вот столь великих мастеров, а герои фильма — это мастера своего дела, мастера искусства, мастера науки, мастера духовности, мастера жизни, то есть люди, которые умеют жить, являются примером жизни для других людей. Так вот, оказалось, что обычный редакторский подход или сценарный подход, когда у тебя есть идея, из понимания, и ты затем, вот составив сценарий, который основан на некоторой истории, на некотором герое, затем нарезаешь кусочки из того, что есть, и вставляешь. И в итоге получается такая красивая, убедительная история, подтверждающая твою концепцию, твоё понимание. в сути дела. Но, во-первых, очень, но абсолютно естественно возникает вопрос, кто я, в сравнении с Далай-Ламой, например, имели ли я право там вот своим умом и своим опытом как-то вот разрезать, монтировать, переставлять и так далее. То есть, понимаете, какая вот, какая нелепая вещь возникает при попытке монтировать людей с той высочайшего уровня, бытия. И, ну, как мне кажется, мы нашли опыт в том, чтобы предоставить по максимуму место в фильме вот этим великим людям по максимуму, выбрать из всех интервью те фрагменты, которые в наибольшей степени выражают жизнь этого героя, его послание человечеству, да, через вот то, что максимально выражает. Ну, и мне кажется, что в какой-то степени мы с этой задачей справились, но одновременно нам пришлось отказаться при этом уже в монтаже фильма от стандартных методов и подходов. То есть, когда есть персонажи конкретные со своей историей, со своим героем, которые, ну, в общем-то, следует путешествие героя, которое писал Солимин Джозеф Кэмбл, по которому строится большинство, в общем-то, историй, показыванных в кино, на телевидении, в театре и так далее. То есть, отказ от монологического монтажа, когда автор находится над героями и использует этот сценарий для реализации своего проекта и переход к такому полилогическому, полифоническому монтажу. И поэтому вместо стандартных героев у нас собрание фундаментальных, ну, я бы сказал, архетипических посланий человечеству от мастеров своего дела. То есть, это другой подход. Это, по-моему, да? Ну, как бы, другое видение. Я сейчас просто объясняю вот ту сложную задачу и вот тот выход, который как один из возможных выгодов, которые вы нашли. Ну, и, конечно же, итоговый продукт получился ну, такой ну, неразбавленный, очень концентрированный. Понимаете? Такой он очень крепкий, настойкий такая. То есть, это не пиво, а что-то такое вот. Но, с другой стороны, ведь еще лунатор говорил о том, что асетрины бывают только первой свежести там, да? И, в общем-то, ну, в общем-то, люди, которые сюда пришли, это люди, у каждого из которых есть стержень, собственный опыт, стремление, самоосознанность, и они в состоянии разобраться. И поэтому мы рассчитываем, ну, поскольку этот фильм своего рода концентрат, неразведенная суть жизни представленных мастеров, вы как-то перестроитесь уже сейчас и не будете искать вот такой вот быстросхват моей канвы или истории во всем, что будет показано. И если в какой-то момент вам может быть сложно, потому что очень много идей, концепций, очень много смыслов, хотя очень много образов, очень много прекрасной музыки и интересного монтажа, то перестаньте слушать смыслы и стараться понимать, просто начните чувствовать тех людей, которые возникнут на экране, слушайте музыку, которая звучит на заднем плане, и самое главное впитывайте, переживайте атмосферу, и я уверен, что тогда все отзовется и что-то срезонирует. Но также не судите нас слишком строго, потому что в общем-то мы никакие не профессионалы, я, на самом деле, там широкого профиля, любитель, хотя, конечно же, я горд тем, что жизнь позволила мне соприкоснуться с настоящими мастерами, и они помогали мне даже советами, которые я, в общем-то, ну, наверное, не был в состоянии в достаточной степени воплотить. Итак, готовы? несколько мастеров фильмы здесь. Один из мастеров это Вадим Кирчев, на заднем плане я знаю еще один из героев фильма Сергей Москалев, изобретатель пункта Свичев, пьяный всем, ну, издатель книги Наят Хана, и также мой старинный друг с подпольных времен, с начала 80-х годов, как и я, член московского подпольного транспорционального кружка в контексте. и, Вадик, ну, как тебе это вообще все? Да, кстати, совсем еще позавчера, буквально, мы с Вадиком сидели в студии, и он озвучивал англоговорящих персонажей, чтобы вам легче было понять, что они хотят нам сказать. Ну, во-первых, предпоставление перед Володей, как истинный мастер на умение говорить долго. Я не буду достать ваши уши так же долго, хотя умею это делать, поверьте. Я также переживаю, что не вышел Эдуард Сагалаев, коленем которого я готов преклониться снова и снова. И я на самом деле действительно очень благодарен Володе за то, что он нас очередной раз всех собрал. Дорогие мои, ваше отъятие по-прежнему горячей, и я счастлив за то, что мы снова благодаря этому удивительному человеку вместе, как он собственно, недавно он планировал, я буду говорить быстро, но, как собственно он очередной раз собрал всех на этом экране, и собрал, конечно же, в таком широчайшем контексте. я грешен тем, что согласился на приглашение Володи озвучить эту историю, хотя, конечно же, даже не подозревал, какого масштаба личности там собраны. И я знаю наперед то, что вы сейчас увидите, поэтому имею право сказать вам о том, что на 20-й минуте ваш ум начнет плавиться. потому что поток информации настолько интенсивный, и, наверное, с самого начала есть смысл расслабиться и понимать это как блазик, как благословение, как некий поток информации, который семенами, вероятно, будет посажен в разрыхленную бочву, да, и в какие-то моменты эти высказывания, эти фразы, эти интонации, эти посылы, да, они вдруг будут прорастать и убирать. В общем-то, все, что я хотел сказать, помимо того, что я хочу тебя еще раз обнять. Сколько идет? Час двадцать. Свет можно выключить? So, I often argue that that sorry, that is the mindfulness reminder in my laptop computer. Good-end. I love you. you too, you too, love me. I love you. Господи, Господи, и все святые, ну вот, видите, как хорошо, еще человек, вам прослышит. Аплодисменты. И соавтор сценариев, и многие монтажные вещи, которые были сделаны, и Костя – это бывший ученик и учитель, в настоящем, так что, друг, и вот множество замечательных фрагментов в Индии, вообще картин красивых, танцев его замечательной жены Лу, театра Лу, в которой в фильме, такой сновидческую реальность, вели это, вот, Костин – большой архив путешествий по миру. Ну, конечно, много в моих кадрах путешествий по миру. Может быть, ты скажешь что-нибудь, о своем опыте, о работе с просветленным материалом. Олеся Автопкова, она вот вернулась, 15 лет прожила, 10 лет в Вьетнаме, и вот оказалась здесь у Кости. Провидение. Да я даже не знаю, что сказать. Огромное, конечно, громадное количество материала еще, который не показан, вот, и который хочется, чтобы он как-то все-таки дошел до мира, потому что такое знание, которым нужно делиться. Вот. Собственно, все. Ну, когда-то книгу «Гроф» прочитал, попал к Володе, Володя познакомился с Эдуардом Михайловичем, Эдуард Михайлович направил меня в кино, куда идти. С Вадимом познакомились. Ну, как-то все так сплетеновало. Можно обнять просто? АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Я несколько слов хочу сказать. А... 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 А я посмотрел этот фильм. И я подумал, думал, что pugilого поставят вместо Вести Босселёва? АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам, ребята, огромное. Просто вы молодцы, вы замечательную работу сделали. Независимо от ее дальнейшей судьбы, она уже живет. Она уже живет, она будет жить своей жизнью. И дай Бог ей хорошей жизни этой картины, я в этом не сомневаюсь, что она будет замечательной, потому что она состоялась, она уже существует как что-то такое целое, целостное. То, что свело нас вместе, по крайней мере, да? Нет, я имею в виду другую немножко. Она существует как кокон, в котором вот эта бабочка живет. Понимаете, вот она стала таким организмом, живая эта картина. Как будет, что я делаю. Спасибо вам огромное. Сережа Масхалев предпочитал подойти. Где ты? Сережа Масхалев, один из героев, один из героев, который активный нашел. Мы с Сережей дружим с 80-го года. Мы оба были членами активного Московского подпольного кружка «Контекст». Вместе в 92-м году организовывали и очень активно были в Евреевском комитете первого приезда великого учителя Цокченча Яланам Хайнарбу. И Сережа с тех пор тоже идет своим путем в том же самом направлении. Володя, я хотел бы поблагодарить тебя, потому что ты нашел в себе смелость это сделать. Потому что когда касаешься таких высоких материй, всегда берет отрыв и думаешь, ну как же я вот такой вот на кухне сижу, ложечкой звеню в чашке, как же я сейчас тут буду это все монтировать. И спасибо, что, ребята, вы помогли, Олеся, Костя. Ну, вы просто сделали великое дело, потому что такого среза мощного я не видел пока. Вот так вот много такой полифонии удалось достичь. Ну, спасибо вам. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить, потому что это все не на пустом месте, а, ну, во-первых, это, конечно же, герои фильма. С каждым из них меня связывают личные отношения. И там и мои учителя их жизни, и учителя психологии, и учителя философии, и великие духовные учителя человечества, которые столь много значат для каждого из нас. И, конечно же, этот фильм не бы не состоялся просто-напросто, потому что если бы очень хорошие люди, это как личное дело тоже не приняли, и не поддержали своей помощи, очень конкретную, очень ощутимую. И, ну, вот некоторые из этих людей присутствуют здесь. Здесь это, и Артем Агапеков здесь, который очень-очень помог в самой привлеченной моменте. Давайте аплодируем. Здесь помог Этон Щенков, который тоже очень сильно помог. Только сегодня прилетел Андриан Мельников, я не знаю, Андриан здесь, Андриан Мельников, который спонсирует приезд многих буддийских учителей, хочет сохранить Ибет, поездки российских паломников, Гдалай-Ламе на учения, и поддерживает столь много всего замечательного. И он очень сильно тоже помогал и техникой, и финансами. И, конечно же, ну, мне хотелось бы назвать, их здесь нет, но хотя бы просто, чтобы вы знали тоже имена, это Сергей Лешков мой, тоже бывший студент когда-то, который очень сильно поддерживал этот проект. Сергей Мастюгин, Мастягин, который, без него не было бы перевода всех этих диалогов, и вот готовности всех интервью, для того, чтобы вот, когда на решение можно было их поместить доступным для всех. Григорий Ковалев, он сейчас в путешествиях. Женя Маршанский. Женя здесь? Женя, спасибо тебе за то, что поддержал. Владелец Центра «Белые облака» за то, что поддержал поездку Кену Вилгеру. Благодаря тебе стало возможным именно конкретно этой интервью. Ксения Кулешова, ее здесь нету, которая была моим партнером по подготовке 17-го Всемирного Конгресса и предоставляла свою студию, лофт для интервью, интервью с Ладиком, интервью с Евменом Евгением Ересем, снято у нее, и помогала даже финансами. Руслан Байванов, которого сейчас тоже нет, но который тоже помогал. Ну и, конечно же, очень многие люди не держались за интеллектуальную собственность. Борис Кривенчиков разрешил использовать свою музыку. Стас с нами дал разрешение использовать клип, который группа «Махаон» и особенно наш с Костей Дрок Альберт Султанов предоставили свою замечательную музыку. Сильвина Каш, Деба Прэмала и Миттен. Мы специально записывали для этого фильма Николая Олжика, были студийные записи, артонного пения, Аркадий Владимиров Иванников, потрясающие гитаристы, гиртозы записали несколько моих любимых произведений Баха, для этого фильма, который я считал, что они должны быть сыграны. Сергей Летов, выдающийся, я считаю, мастер духовных инструментов, музыкант, импровизатор, он подарил свою музыку. Ну и, конечно же, некоторые съемки, в основном, большинство интервью были сделаны мной, но некоторые интервью были мне подарены. Ну, например, у меня не было возможности договориться об интервью с Далай Ломой, это интервью, которое в разрешение использовала Андреа Гельников. У меня не сложилось лично взять интервью Бориса Гребенчакова, но мне помог договориться в этом интервью, и сам взял интервью, сидящий здесь. Встань, пожалуйста, дорогой. Директор издательства «Устум» Олег Павилов. Я чрезвычайно признателен за также разрешение использовать очень много материалов Костя из его путешествий, Костя Константину Свердлову Викреву, и также вот в его студии, собственно говоря, весь монтаж и происходил. Ну и есть еще действительно очень-очень много людей, которые, это и мои студенты, ученики, мои друзья, которые своим вниманием, своим ожиданием, своим любопытством, своей, самой главной, верой позволили этому процессу все-таки вот до какого-то результата, чтобы он завершился. Чтобы он завершился. И, конечно же, ну, я человек не одинокий, у меня есть семья, и вы представляете, какой кошмар это был для семьи. Вот такая страсть, фанатизм. Особенно в те моменты, когда на то, чтобы осуществлять проект, не хватало ресурсов, приходилось тогда вот из семейного бюджета внести мне все в фильм. И, в общем-то, Кристина Майкова все это вынесла, приходила в свой момент. Ну, что дальше? Я, честно говоря, не знаю, что дальше. Посмотрим, что дальше. Если будет такая возможность, я бы, конечно же, с удовольствием поделился вот этим манифестом духовного человечества с гораздо большей аудиторией через телевидение. И, если это получится, может быть, мы как-то разбавим тот концентрат, который вы видели, сделаем его более доступным для каналов, в соответствии с их форматами, представлениями. Возможно, компромиссов, почему бы и нет. Есть концентрат, и он будет где-то тоже доступен, абсолютно бесплатно для всех. И кто-то получит там то, что интересно, важно и полезно ему. Ну, конечно же, в большом архиве, который уже начат, много очень возможностей. Я снял порядка 28 интервью с людьми, которые либо знали лично Карлоса Кастанеду, либо им есть что-то сказать о Карлосе Кастанеде. И вот в этом зале несколько месяцев назад было собрание, посвященное тайне Карлоса Кастанеды. Я показывал фильм. Он пока в 16 минут там есть. Фильм «Тайна Карлоса Кастанеда» основан на эксклюзивных интервью, в том числе с крестным отцом Кастанеда. Так что из этого материала мы могли бы сделать как мне кажется очень интересный фильм для многих людей о феномене Кастанеда, основанный на свидетельских показаниях. Такие маленькие материалы. Он на сайте доступен, можете посмотреть. «Транспорсун.ру» Мы это выложили. Еще одной задумкой является… Ну, я к тому же не только дилетант широкого профиля, но и философ профессиональный. Работаю, заканчиваю аспирантуру в институте по сути там работаю. И у меня есть друзья замечательные мыслители. Это современные Сократы. И вот мне хотелось бы конечно снять фильм о них, о настоящем мышлении, об этом даре, об искусстве спрашивать и искать и получать ответы. Такие люди это ученики Вера Мордашвили, они живые и это тоже. Так что вот я думаю, что когда я выйду на пенсию, а мне 58 лет, может быть я целиком и полностью смогу заняться вот этим новым делом. А пока это мое хобби. Спасибо вам еще раз громадное спасибо за интересную поддержку. спасибо. Спасибо. Это... мы вместе с вами аплодируем аплодируем вот это, да, то, что так сложно умный выразить, показать, но это так важно для всех нас. Я вместе с вами в этом. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok